Всем здравствуйте, меня зовут Полина, я кинолог клуба для собак Class & Fit по совместительству аква и фитнес-тренер и также тренер по дисциплине nose work. Сегодня я хотела бы затронуть тему dog-friendly среды глазами собаки. Сейчас эта тема набирает обороты, что не может не радовать, так как развитие темы собака-друг остается не только словами, но и начинает становиться действиями. Однако стоит затронуть также сторону собаки, которая остается в неизвестности, что же это такое и как себя вести в данных случаях. И чтобы это не было стрессом для обеих сторон, все это мероприятие, например, желание провести время вместе в каком-то кафе, давайте разберемся, что же можно сделать до и в процессе. В современном быту также все чаще встречаются собаки с проблемами с психикой, что неизбежно так или иначе, и стоит уделить этому также внимание. Чтобы избежать каких-либо проблем, связанных с этой темой, стоит заранее определиться, зачем же нам нужна там собака. Ей, будем честны, не особо интересно слушать истории ваших подруг, если они не уделяют 80% своего внимания собаке, либо же слушать какие-то новости. И это может опять же стать большим стрессом для питомца, который не привык к такой среде, не знает, как себя опять же вести, и что можно предпринять, и как остановить весь этот процесс. По-первых, затронем тему безопасности и, соответственно, как же можно подготовить собаку так, чтобы это не было неожиданным мероприятием с бухты-барахты. Во-первых, самая важная в целом техника безопасности владения собакой – это амуниция. Она должна быть качественной, прочной, функциональной и не мешать собаке. То есть это не должна быть большая амуниция, из которой собака может вывернуться. Как известно, собаки очень юркие существа. Она не должна быть маленькой, чтобы не переживать собаку, соответственно, и не вызывать еще больше дискомфорт. Также рекомендую воздержаться от поводков рулеток, так как рулетка – вещь подлая априори, и выскользнув из руки, она может сделать фатальную ошибку, попав либо на собаку, либо на вас, и что, соответственно, спровоцирует испуг. Второе – выгул. Убедитесь в том, что собака сделала все свои дела. То есть она не хочет выйти посреди вашего вечера, не будет скулить и проситься, либо же не стерпит и сделает что-то в зале. Если у вас метящий кобель, который радостно обнюхает все углы и отметится то, что он был в этом замечательном кафе, либо в торговом центре, возможно, стоит подумать о каких-то там подгузниках или поисках, которые не дадут ему сделать такую ошибку. Если мы говорим о длительном пребывании где-либо, то стоит, наверное, все-таки воздержаться от пеленок, так как если это место, где люди едят, то ничего приятного от запаха, соответственно, не будет. Третье – это местонахождение. То есть мы разобьем эту тему, наверное, на два подпункта. Первое – это ваше местонахождение относительно остальных людей. Если мы говорим про, опять же, рестораны и кафе, то стоит воздержаться от мест на проходе, около двери, около детских комнат, так как все это лишние раздражители, которые будут мешать собаке спокойно отдыхать, пока вы заняты своими делами. Либо же могут мешать вашему взаимодействию с собакой, если она, например, хочет с вами пообщаться, ей придется встать, заградить проход, и это будет мешать и персоналу обслуживающему, и другим посетителям, и это может вывести на лишний конфликт. Также вернемся к детям. Стоит воздержаться от детских комнат не потому, что там шумно, условно, а потому, что есть некоторые собачки, которые не любят детей, и есть собачки, которые очень любят детей, и обычно дети заинтересованы собаками и не могут пройти спокойно мимо. И, соответственно, собака может либо испугаться, начать лаять, как-то пытаться избегать, наводя суету, которая не нужна, либо же, наоборот, так сильно обрадоваться, то, что снести там все на своем пути, лишь бы пообниматься. Вторая подтема – это местонахождение собаки относительно вас и относительно помещения, где вы, соответственно, находитесь. Стоит задуматься о том, где будет собака, в каком положении, удобно ли ей там, может ли она лечь, сесть, есть ли у нее там миска воды, условно, и не будут ли ей там мешать. То есть отдавленный хвост никому никогда радости не доставлял, и лишнее внимание для некоторых собак, особенно тревожных каких-либо, может вызвать лишний стресс. Четвертое – это досуг, то есть чем будет занята собака в это время. Если вы знаете, уверены, что собака сможет спокойно спать, лежать, отдыхать, либо просто будет спокойно сидеть около вас и подставлять голову под руку, то хорошо, пожалуйста, это самый лучший из вариантов. Если же у вас активная собака, ей бывает часто скучно, ей хочется как-то взаимодействовать либо с вами, либо с окружающим миром, по типу поприставать к соседним столикам, либо же пройтись куда не положено, то стоит задуматься о том, что же мы можем ей предложить. Это могут быть либо какие-то долгоиграющие вкусняшки, по типу корней, погрызушек, ахилловых сухожилий, конские носы, может быть, либо прочее, 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 что вкусно, безопасно и не быстро съедается, чтобы собака не заглатывала это сразу же и летела за следующим кусочком. Это может вызвать только перевозбуждение. Либо же, если собаке, например, нельзя вкусняшки, либо она отказывается, но, например, любит игрушки, либо лизательные коврики разнообразные, то можно использовать и их. Главное, чтобы это были, опять же, безопасные игрушки, которые не вызывают возбуждение у собаки и не просто съедаются. То есть, если вы, например, дадите ей любимый канатик, с которым вы обычно играете в перетяжки, то лучше не стоит, потому что у собаки может вызваться ассоциация активного отдыха, какого-то взаимодействия с вами и просто посидеть отдельно друг от друга не получится. Вот. Также стоит определённо уделить время какой-то репетиции, хотя бы минимальной. То есть, сводить собаку в общественное место и посмотреть, как она на это отреагирует. И особенно, если вы не уверены в ней. Если, например, вы никогда не пробовали подобный опыт, либо же у вас только-только появилась эта собака, то не стоит сразу с корабля на бал лететь на долгую встречу, а с которой вы не сможете уйти, и подвергать собаку стрессу и самому себя тоже. То есть, зайдите в какое-то кафе поспокойней, не такое многолюдное, либо же торговый центр, где мало людей в какое-то определённое время, и посмотрите, что будет делать собака. Будет ли она спокойно лежать в ногах? Может быть, она будет выпрашивать вашего внимания, думая, что это какая-то специальная тренировка. Быть может, она начнёт свистеть, скулить и прочими методами привлекать ваше внимание. Как понять, всё ли идёт по плану? То есть, во-первых, конечно же, не оставляйте собаку по первости в этом состоянии, в каком она ни была. То есть, если она спокойна, если она неспокойна, даже неопытному владельцу обычно видно, в каком эмоциональном состоянии собака. И если она испытывает стресс, то стоит ей помочь, а не оставлять всё как есть. Нестабильным эмоциональным состоянием обычно является излишняя суета, которая не свойственна собаке, либо же, наоборот, сигнализирует о том, что ей нервно. Какой-то меч из всей страны в сторону взгляд. Например, излишнее любопытство к чему-либо, если обычно вроде как всё нормально. Излишняя реакция на какие-то шумы каких-то людей, если обычно собака не реагирует, значит, что-то не так, и ей тяжело. Сигналы стресса, как и в целом язык тела собак, очень важная и удобная вещь, которую должен знать, мне кажется, каждый хозяин, так как по языку тела, опять же, можно определить очень-очень много о состоянии собаки, предугадать какие-то её действия и прочее. Это прям отдельная тема. Вот, сигналы стресса, которые мы разберём, они будут основные, я не буду прямо вдаваться в каждый пункт, потому что это очень-очень долгое. Первое – это гипервентиляция. Если переводить на человеческий язык, это утяжелённое, учащённое дыхание, вываленный язык, там, немного, набок, либо в целом просто утяжелённое дыхание. Это обычно заметно, когда собака начинает как-то странно дышать, мы сразу обращаем на это внимание, почему это происходит и как оно работает. Собаки, когда они в стрессе, у них, соответственно, учащается сердцебиение, начинается перегрев организма, и собака хочет просто остудиться, просто охладить голову. И так как они не потеют, им приходится использовать такой метод гипервентиляции лёгких. Это в целом неплохо, значит, собака всё ещё понимает, как остудиться. Но это значит то, что собаке нужно передохнуть и дать время, если мы, например, собираемся идти дальше, если мы говорим про какую-то прогулку в торговом центре, а потом же это самым, либо же это рестораны, стоит выйти на улицу, дать выдохнуть собаке. Не стоит сильно заострять, но и полностью игнорировать тоже. Также попутно к этому может сопутствовать излишнее зевание, так скажем. То есть, с одной стороны, может показаться то, что если собака зевает, то ей хочется отдохнуть, она сонная, и ей хочется просто лечь спать. Но такое зевание можно отличить, опять же, по контексту. То есть, собака будет вялой, спокойной, будет пытаться улечься. И если же собак у нас, наоборот, в стрессе, на что мы обращаем внимание, такие зевки не будут такими, как я описала ранее, они будут более дёрганными, резкими, возможно, незаконченными. Собака может даже вокализировать во время них, то есть, издавать какие-то непонятные звуки. И это тоже сигнал, то есть, это не то, что собачка хочет спать и сейчас ляжет. Навряд ли. Если собака в стрессе, она собирается спать. Также признаками напряжения у нас являются напряжённые уголки губ. Собаки не улыбаются. То есть, это частое заблуждение, то, что если собака там улыбается, у неё натянуты уголки, она улыбается, она счастлива. Нет, она напряжена, и это сигнал стресса. То есть, если мы видим то, что, например, собака напрягается при подходе какого-то человека, то стоит спокойно, тоже не напрягаясь, попросить отойти и не напрягать собаку. Потому что некоторые в стрессе могут проявить даже агрессию с посылом «не трогайте меня, пожалуйста, мне и так не очень». Также сигналом излишнего напряжения физического может являться тремор. Это когда у собачки непроизвольно потряхивается лапка, либо она вся сама, либо там какие-то отдельные запчасти тела. И это неконтролируемая история. Она может вызываться простым стрессом каким-то из серии «пошли в ветеринарку», может у кого-то быть сигналом прям явным и сильным, то есть, когда собака начинает трясти настолько, что ей прям вообще ни до чего. С этим тяжело бороться, то есть, это навряд ли как-то можно исправить, разве что снять напряжение с лапы, если, например, собака сидит, и это передняя лапка, и можно попробовать положить собаку, чтобы она немножко расслабилась. То есть, такое напряжение в мышцах не ведет к чему-то, к каким-то последствиям особым, но и ничего хорошего тоже за собой не несет. А также многие собаки в стрессе, минимальном, либо не минимальном, отказываются от еды. То есть, казалось бы, наша замечательная собачка всегда готова и продастся за еду любому прохожему, а тут она выплевывает любимый кусочек, отворотит нос и всячески отказывается. Это тоже сигнал стресса. Это значит, что у собаки сейчас преобладают какие-то другие потребности, например, потребность безопасности. Если она напряжена, она не будет отвлекаться на еду. Мало ли, там, не сзади кто-то подойдет, пока она самозабвенно что-то жует. Это также к вопросу о долгоиграющих игрушках. То есть, не всем они могут подойти, стоит смотреть индивидуально. Если собака отказывается от еды, можно попробовать с этим что-то сделать. Попытаться вывести ее на какую-то игру, например, дать ей выдохнуть, походить, выйти опять же на улицу, чтобы она отвлеклась от своего состояния, потому что собаки очень хорошо умеют надумывать это состояние. Из серии «Я не знаю, что происходит», наверное, что-то страшное. Но также это не является чем-то критичным, если нам не нужно, например, работать с собакой, потом будет в такой среде. На каких собак нужно обратить особое внимание? То есть, уделить время подготовки, задуматься о том, а стоит ли оно. Вот это все мероприятие тех нервов, которые стоит вам вместе пережить. Потому что наша собака – наша ответственность. Это собаки, которые имеют какие-то проблемы либо врожденные, либо приобретенные, например, какой-то негативный опыт. Это могут быть собачки из приютов, которые в целом не уверены в этом внешнем мире, а тут мы тащим в какое-то оживленное место. Это собаки с фобиями людей, шумов и подобной темой. Разберем поподробнее. Первое – это собаки с недостаточной, либо вообще отсутствующей социализацией. Разберем слово «социализация». Перед тем, как я продолжу, это процесс научения щенка. Это важное уточнение, что конкретно щенка. То есть, если мы говорим уже о взрослой собаке, это не социализация. Это будет либо адаптация, когда собака уже на какой-то опыт накладывает новый и думает, а надо ли это ей. Либо же это уже коррекция поведения, когда у собаки есть нежелательное, и нам нужно его исправить. Соответственно, собаки с недостаточной социализацией в целом не понимают, что такое толпа людей, не знают, как себя вести в подобных местах, не знают, что предпринимать в таких местах. Мы должны им помочь, объяснить, подсказать нам какой-то, например, командой. То есть, по режиме выдержки видишь, ничего не происходит, все хорошо. С такими собаками нужно очень аккуратно и нежно вводить раздражители, чтобы не вызвать нервный срыв, истерику, побоище в некоторых случаях, и воздержаться от резких перепадов раздражителей. То есть, если мы, например, были на спокойной веранде, и нам нужно зайти внутрь, то стоит подумать над тем, как либо минимализировать контакт собаки с новыми раздражителями, либо как-то ее оставить у знакомых, например, если мы сидим не одни. Второй пункт – это нервные собаки. Опять же, нервность и какие-то пороки психологические, нестабильность нервной системы – это история врожденная, и редко, когда это можно полностью исправить. Это нужно понимать, и как бы долго мы не работали с собакой, в новых ситуациях это может появиться вновь. То есть, если мы проработали, например, реакцию на собак, потому что собака реактивная, то это не значит, что она не выдаст похожую схему поведения на что-то новое, например, какой-нибудь странный звук тележки, который будет проезжать мимо, либо же бегающий ребенок. Собака может отреагировать, и отреагировать не то чтобы плохо, но неприемлемо для окружающих, например. Также, да, мы помним то, что dog-friendly – это пребывание нас, собак, где-то в общественных местах, и в общественных местах есть другие люди, которых личные границы тоже стоит уважать. То есть, конечно, не избегать других людей, но и не давать собаке, например, тереться от них, если они против, не давать собаке идти к соседним столикам, пачкать одежду, если собака любит почесаться и поставить лапки на людей. Стоит это учитывать. Под нестабильностью нервной системы у нас есть гипервозбуждение, когда собака на любые раздражители реагирует очень бурно и очень плохо тормозится и выходит из этого состояния. Это какие-либо фобии, опять же, фобии людей, фобии шумов, фобии новых мест бывает такое. Это собачки, которые плохо адаптируются, им нужно время, спокойное место, чтобы осмотреться, понять, что к ним никто не бежит с разбегу, не прыгает на них обниматься, если они такое не любят. Тему гипервозбудимых собак можно вынести даже, наверное, отдельным пунктом, потому что такие собаки, с одной стороны, это не всегда доставляет проблемы, то есть собака просто в состоянии, а что ты сделаешь сейчас, а что делает он сейчас, а что сейчас будет, а что сейчас будет. Это может просто мешать, когда мы, например, хотим отвлечься от собаки, например, поесть, а собака тычется в нас с игрушкой, либо как-то привлекает наше внимание, либо начинает идти заниматься своими делами и не может просто сесть. Таким собакам тоже нужна предварительная подготовка, возможно, какие-то упражнения. Возможно, стоит таких собак предварительно нагрузить умственно и физически, так, чтобы была лёгкая усталость, и собака решила то, что в целом можно отдохнуть, если ничего не происходит. Также в подобный список могут, опять же, входить собаки с фобиями, это тоже можно вынести в отдельное, потому что фобии полностью не исправляются. То есть, если у собаки шумовая фобия, можно помочь ей выходить из этого состояния, не так бурно реагировать, либо же, если у неё фобия людей, то можно как-то приучить её уходить от внимания человека, например, плячь из-за нас, и мы будем понимать, что собака пытается нам сказать. Мама, защити меня, пожалуйста, от этого непонятного дядечки, который рассказывает то, что у него был такой где-то там в деревне. Не стоит бросать собаку, опять же, убедительная просьба, не стоит забывать о собаках, даже если у них нет каких-то проблем, не оставляйте её в этом состоянии, ей тоже тяжело, она навряд ли хотела в этот торговый центр, либо ресторан, и её состояние — наша ответственность. Поэтому убедитесь то, что собака не перегружена предварительно, то есть, если мы, например, попали под салюты и сейчас пойдём в ресторан, где там кто-то будет открывать бутылки шампанского и ещё больше создавать шум, то, возможно, стоит вернуть собаку домой, чтобы она спокойно поспала на своём месте, знала то, что всё в порядке и не вызвала у себя запредельное торможение, которое не очень хорошо сказывается на нервной системе. Мы учли все эти пункты, мы подумали 10 раз о том, стоит ли везти собаку, куда мы будем её везти, зачем мы будем её везти, что она будет делать в эти моменты, зачем она будет делать в эти моменты. Мы убедились то, что это место точно dog-friendly, потому что бывает такое, что у нас есть рестораны, в которые пускают собак до 30 сантиметров, и когда мы приходим с какой-то большой собакой, нам говорят, мы не уверены, что мы можем вас пустить, стоит убедиться, потому что для собаки это тоже может быть какой-то стресс. Вот мы шли куда-то заряженные, настроенные, весёлые, а тут мы приходим, нас как-то, возможно, даже грубо разворачивают, собака такая, я не понял, что произошло, но кажется, ничего хорошего, туда снова не пойдём. Вот, и перейдём к небольшим практическим советам, когда мы на месте, и что можно делать с собакой, либо в процессе, либо научить её, чтобы она делала это сама в процессе. То есть вопрос практики. Можно научить собаку расслабляться на коврике, это вариант расслабления без еды. Этих квалификаций может быть много, но я люблю разделять на расслабление с едой и без. Без – это расслабление на коврике, когда мы предварительно обуславливаем собаке то, что, вот смотри, это коврик, он классный, он безопасный, пока ты на нём лежишь, всё спокойно, тебя не трогают, но ты не уходишь с него. То есть если ты уходишь с коврика, ты на него должен вернуться, пожалуйста, и не отсвечивать. Собаки многие очень быстро понимают, что такое коврик, они понимают, что если появляется эта вещь, то значит сейчас будет отдых, ничего нового, ничего суетного, и стоит смириться со своей судьбой. Но это очень муторно по подготовке, не все собаки быстро запоминают то, что нужно оставаться на месте и вообще не дёргаться. Но очень эффективно, если мы идём в новые места, это не обязательно dog-friendly. То есть если нам нужно, например, поехать в поезде, побыть в каком-то ветеринарном заведении, где собаке нужно быть спокойной, то можно использовать коврик. В целом метод обуславливания, он выгоден, и коврик – это самое простое, что мы можем нести с собой. Это может быть не обязательно коврик, это может быть какая-то подстилочка, пледик, сумочка, если у вас маленькая собачка, переноска, если она к ней приучена. Всё это будет обуславливать собаке среду как спокойную, и собака будет понимать, по меньшей мере, что происходит, так как собаки у нас любят предсказуемость. Второе упражнение на расслабление без еды. Оно сложное в плане того, что если собака перевозбуждена, то расслабить её под руками, а так называется этот метод, может быть проблематично. То есть фактически нам нужно положить собаку на бок и заставить её какими-либо методами оставаться в этом положении. С одной стороны, это можно делать без вкусняшек, если собака перевозбуждается на еду, сразу же готова работать, я тут, я здесь, давай, 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 что-то делать. Тогда стоит воздержаться от кусочков, просто найти то положение, в котором собаке комфортно, в котором мы можем с ней посидеть, немножко там сделать, например, успокаивающий массаж. Подобные вещи, и собака будет отдыхать и понимать то, что сейчас она лежит, вроде как мы в этом уверены, значит, всё будет хорошо. Упражнение с едой. Это упражнение дзен и пинцетик. Это немножко тяжело описать на словах без примеров на собаке, но по факту это упражнение на концентрацию и успокоение. То есть собака должна концентрироваться в кусочке, который мы предлагаем, либо на ладошке, это дзен, либо в щепотке руки, это пинцетик. И медленно, например, приближать к собаке, и если она тянется в ответ, то прекращать это действие. То есть мы убираем кусочек от собаки, и она не понимает, в чём дело. И попытки получить этот кусок она начинает вести себя спокойно, потому что по факту её задача делать ничего. Некоторым собакам тяжело в это вериться, поэтому они сопротивляются изо всех сил. Но даже пока мы в процессе этой борьбы за спокойное поведение, собака уже переключается от каких-то раздражителей со стороны. То есть ей всё равно, что там происходит сзади. У нас тут кусочек от нас убегает, что же предпринять нужно, чтобы его получить. Некоторым собакам это расширение границ, какая-то дополнительная нагрузка, возможно, развлечение, если собака социальная и любит общество. Для собак социофобушков есть такие. Это лишний стресс и вправду. Это не совсем нужная и необязательная часть жизни собаки. То есть собака спокойно проживёт и без этого опыта, особенно если он будет удручающим. По первости, это, конечно же, само помещение. То есть можем ли мы физически туда привезти собаку и может ли она физически находиться там. Если это какая-то исключительно барная стойка и собака будет лежать на проходе под стулом, то стоит воздержаться от посещения такого места. Если это какая-то маленькая кафешка с двумя столиками, где собаке тоже некуда будет лечь, если там мало места, то опять же стоит подумать. Если у вас маленькая собачка, она может, например, сидеть на руках, то тут в целом без разницы, будет она сидеть у вас на коленках, рядышком, на полу, либо же нет. Приятными бонусами может быть какие-то приколюхи конкретно для собак, то есть мисочка воды, паштетики часто бывают в каких-то заведениях, либо, возможно, там выдаются игрушечки тоже долгоиграющие, которые могут разгрузить нам руки, чтобы не нести с собой целый багаж для собаки. Чтобы собаке было комфортно, во-первых, ее нужно обязательно подготовить к этому, даже если собака, опять же, с какой-то невероятной психкой, ей все равно, где мы находимся. То есть не стоит везти сразу же в какое-то оживленное место, под предлогом «пойдем погуляем», а на самом деле мы пойдем сидеть в каком-то закрытом помещении. В целом, тяжело предсказать поведение собаки в новом месте, если у нас не было какого-то опыта подобных, опять же, мест. Поэтому сначала репетируем, смотрим, все ли хорошо, и тогда уже идем на конкретно встречу, пиршество или встречу. Если речь идет про торговый центр, я все-таки за то, чтобы оставить собаку дома, потому что если мы, опять же, собираемся за какими-то конкретными покупками, это, во-первых, занятая рука, которой можно нести пакет, это отдельная слежка за собакой, пока мы что-то примеряем, это, возможно, шерсть на продажных вещах, не совсем этичная история. Если мы собираемся в какой-то ресторан и, например, не можем оставить собаку дома по каким-то там причинам, то стоит подумать, по каким причинам, во-первых. То есть если эта собака переживает то, что у вас нет, не будет ли она переживать еще больше в общественном месте? Либо же, если собаке просто скучно, и вам кажется, что это будет отличное совместное времяпровождение, и вы сможете уделять собаке время, это не будет, например, какая-то деловая встреча, где вы должны будете быть во все его внимание в собеседнике, то почему бы и нет? Отдельно затронем какие-то очень шумные мероприятия по типу фестивалей, особенно музыкальных, концертов, клубов, кинотеатров, каких-то там спектаклей, театров. Лучше не стоит, потому что собаке там точно не понравится, потому что это громко, шумно, скучно, то есть нам-то интересно, что происходит в процессе, мы хотим там отвлечься, послушать музыку, потанцевать, либо же посмотреть какую-то невероятную постановку, а собака все это время будет сидеть в шоке, потому что со всех сторон шум, гам, и опять же это навряд ли места, которые подготовлены для собаки. То есть мы навряд ли через толпу сможем пробиться к стеночке, чтобы собака могла выдохнуть, попить, и чтобы ей не оттоптали лапы, либо же это может быть театр, где собака даже пройти нигде нормально не сможет и лечь. Чтобы док-френдли развивалась, нужно понимать то, что не у всех людей есть собаки, и все понимают, что такое собака. И для некоторых это страх, ужас и прочее. Для кого-то это исконно только грязь, для кого-то это что-то злобное, страшное, которое точно откусит руку, если мимо пройти. И нужно понимать то, что... Нужно понимать, что... Общее впечатление от нас, собачников, играет так раз-таки роль того, как хорошо и быстро будет развиваться вся эта культура. То есть, если мы выводим собаку на набережную, там, красиво погулять, похвастаться новой амуницией, и собака делает дела посреди асфальта, и мы продолжаем свой путь, это нехорошо. Явное дело, другие люди будут против того, чтобы собак пускали в какие-то общественные места. Например, в парке, где красивые клумбы, и некоторые отпускают радостно бегать собачек по этим клумбам без поводков. Это неэтично, это некрасиво, просто с стороны человека. То есть, мы не забываем то, что мы всё-таки живём в обществе людей, и это важно помнить. То есть, у нас есть не только мы и наша собака в мире, но и также другие люди, которых мы должны уважать, если мы хотим, чтобы уважали нас. То есть, если мы хотим, чтобы все были не против собаки в общественных местах, парки, торговые центры, опять же, рестораны, кафе, мероприятия, то нужно как-то соблюдать нормы приличия, то есть убирать за собакой, не пускать её, лобызаться со всеми, кто хочет этого или не хочет, не давать собаке длинный поводок в общественных, каких-то оживлённых улицах, где пройти просто мимо этого поводка невозможно. Позаботиться о воспитании своей собаки. Навряд ли кому-то будет приятно сидеть, отдыхать в ресторане, если сзади, если мы обернёмся, на нас сидит, пялит какой-нибудь злобный пёс, который хочет точно откусить нам что-нибудь. Это вызывает напряжение и дискомфорт, и находиться рядом с собакой, соответственно, в эти моменты некомфортно. Мы можем прекрасно понимать то, что наша собака самая безобидная, чистая, привитая, обработанная, точно здоровая, потому что это важно. Это не обязательно должны знать и осознавать другие люди. Для них это чужое животное, они не знают, что у этого животного в норме, в поведении, и, возможно, просто не хотят иметь с ним дело, и они имеют на это право. Точно такое же право, как и мы, например, можем быть против, чтобы нашу собаку трогали чужие люди. Это всё история обоюдна. Если мы не хотим, чтобы к нам лезли без спроса, мы тоже не лезем без спроса. Хотела бы ещё раз очень-очень повторить фразу о том, что стоит несколько раз подумать о том, стоит ли брать с собой собаку в какие-то рестораны, долгие посиделки. Уверены ли вы, что собака сможет выдержать это напряжение, этот стресс, сможет ли она без каких-либо последствий побыть в таком месте, нужна ли вам собака в это время. То есть, если вы, например, идёте в магазин за покупками, зачем вам пёс? Он навряд ли скажет, какая кофточка сидит лучше, и максимум поумиляет консультантов, и то не всех. Также мы помним, что любое поведение нашей собаки – это наша ответственность. И как бы это не могло произойти случайно, например, собака случайно дёрнулась, сбила кого-то с ног, человек упал, не упал, это всё ещё наша ответственность, и мы несем за это какие-то последствия, и будем их решать. В заключение, опять же, добавим то, что dog-friendly среда, развивающаяся, это замечательно, то, что у людей появляется желание как-то развивать наше общество в лучшую сторону, тоже замечательно, и замечательно то, что появляются собачники, которые ответственно к этому подходят, то есть они заводят собаку не просто, чтобы она была, а как-то занимаются с ней, увлекаются её досугом, разнообразивают жизнь собаки и себя, и чтобы это не остановилось на месте, чтобы это не было снова возвращением в те времена, когда собак держали исконно на цепи, мы помним то, что поведение собаки – это наша ответственность, мы несем за это ответственность, и мы помним то, что у каждого действия есть последствия, и чтобы избежать каких-то нежелательных последствий, мы должны вести себя как люди и понимать то, что это всё замечательно, и именно на развитие этой среды влияем мы, то есть не какой-то там дядька, который разрешает, либо не разрешает нам заходить в магазин, а мы как преподносим свою собаку, то есть если у нас воспитанная собака, которая идёт у ноги, не отсвечивает, не залезает лапами на прилавок, навряд ли кто-то что-то скажет против собаки в магазине. Поэтому мы должны держать эту мысль в голове, то, что мы сами прокладываем себе этот путь в dog-friendly среду. И с этой мыслью я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok